Добрый день, уважаемые телезрители! У нас сегодня очередной выпуск программы «Смотрите, кто пришел». В данном случае «Смотрите, кто пришли». Я ее ведущий журналист Рустам Ваффин, а в гостях у нас сегодня Ольга Арнольдна Тимофеева, профессор, доктор биологических наук, заведующий кафедрой ботаники и физиологии растений Высшей школы биологии Казанского университета, руководитель магистской программы «Биология, ландшафтный дизайн». И другие наши гости – это те, кто проходит эту программу, в данном случае Бушуев Вячеслав и Мещеров Азад. Поговорим мы сегодня. Я специально обратил внимание на магистскую программу и его название, потому что сегодня мы поговорим о ней. У нас начинается цикл программ, посвященных самым интересным, самым востребованным магистским программам Казанского федерального университета. Почему я считаю это важным? Потому что магистские программы – это, в отличие от бакалавриата, например, который является базовым образованием, довольно жестким, структурированным, утвержденным часто наверху учебные планы которого. Магистские программы – это акт творческий, и это творчество как раз на уровне деканатов, на уровне кафедр. Сочетание желания, возможностей и в соответствии рынка. Вот это слагаемые успехы любой магистской программы, и в данном случае мы поговорим о программе «Биология и ландшафтный дизайн». Первый вопрос, Ольга Арнольдовна, к вам. Как возникла идея магистской программы? Из чего она выросла? Здравствуйте, Рустам. Добрый день, телезрители. Наша магистерская программа называется «Биология растений и ландшафтный дизайн». Идея ее возникновения начала с того, что когда мы начали работать с нашими выпускниками, мониторить выпускников, места работы выпускников, обнаружили, что оказывается многие выпускники нашей кафедры, кафедра у нас появилась путем слияния двух ботаники и физиологии растений, оказалось, что очень много наших выпускников работает в сфере ландшафтного дизайна. Когда я стала разговаривать с выпускниками, работающими в этой области, и стала у них выяснять, а почему вы теперь работаете в области ландшафтного дизайна, почему именно после нашей кафедры, что вам было достаточно, чего вам было недостаточно. И выяснился очень интересный факт, что действительно глубокие знания в области биологии растений собственно сподвигли их, дали толчок для развития вот в таком немножко параллельном направлении в области ландшафтного дизайна. То есть вы провели маркетинговое исследование такое? Да, мы провели маркетинговое исследование при создании программы, для того, чтобы наша программа была востребована как можно более у широкого круга абитуриентов, чтобы это были не только наши выпускники, бакалавры, чтобы как можно больше народу привлечь к реализации нашей программы, чтобы обеспечить как можно большему количеству людей вот этот реализовать принцип обучения в течение всей жизни, который сейчас находится в тренде, по крайней мере в Европе, но и у нас он получает все больше и больше распространения. Мне кажется, это очень важный момент и говорит о успешности программы, когда вы можете привлечь на эту программу не только своих выпускников на уровне бакалавров, а выпускников других вузов, других специализаций, даже не закончивых, ну, из других городов, из смежных профессий. Мне кажется, это очень важный показатель. Насколько я понимаю, у вас это как раз отражается в вашей программе. Да, то есть учебный план, то есть мы составили программу таким образом, чтобы у поступающих на нее был выбор, то есть там два альтернативных, скажем, предмета по выбору. Одна траектория обеспечивает еще большее углубление знаний в области биологии, рассчитано на выпускников бакалавров, то есть выпускников биологов. А второе направление, второй вектор программы нашей – это подбор таких дисциплин, для того, чтобы люди, пришедшие из смежных дисциплин, как вы говорите, чтобы они могли свои знания дополнить до базового биологического и на выходе, чтобы их знания были сравнимы со знаниями выпускников биологов. Ну, то есть по принципу догнать и перегнать. Ну, хотя бы не перегнать, но догнать, и чтобы на выпуске эти специалисты мало чем отличались в области знаний о биологии, в области компетенции, биологических компетенций. Ну, плюс ко всему, поскольку, ведь, ну, ландшафтный дизайн, ну, в какой-то мере, это искусство. Искусство на стыке трех различных направлений. Это архитектуры и строительство, это биология растеневодства, ну и, наконец, история и философия. И поэтому вот создание такой междисциплинарной программы, ну, во-первых, очень заинтересовало нас, потому что это действительно, как вы говорите, открывает большие возможности для творчества, для привлечения очень разных специалистов. И в реализации нашей программы задействованы действительно специалисты из смежных областей. У нас работают преподаватели из Института экономики и финансов. У нас работают действительно профессиональные архитекторы, практикующие ландшафтные дизайнеры. Ну, и, разумеется, большое количество, там не один, а два или три преподавателя из Академии наук, из Института биохимии и биофизики, которые обеспечивают вот такое обучение фундаментальным основам биологии растений. У меня вопрос к нашим учащимся в рамках этой программы. Что вас привело? Что, какой позыв, какое веление души привели ваши ноги в этот институт, на этот курс? Как это случилось и почему? Давайте я начну. Добрый день. Вячеслав. Вячеслав, да, уважаемые зрители, значит, расскажу маленькую предысторию. Наверное, я вот тот человек, о котором Ольга Арнольдовна все это говорила, что можно прийти из междисциплинарной и так далее. То есть я в 2002 году я закончил Мехмат, наш Казанский государственный университет, механико-математический факультет. Но так в жизни состоялось, что я уже более 15 лет занимаюсь в области благоустройства бизнесом и более 10 лет это уже профессиональная работа с растениями. И, собственно говоря, если раньше я получал знания, это были, наверное, какие-то курсы, может, организованные здесь в России. Также организованы, например, ассоциации производителей посадочных материалов и так далее. Ну, то есть отраслевые курсы. Также обучение проходило в Германии, в Голландии. Последнее место учебы это была Япония в 2018 году. То, наверное, осознание пришло где-то года полтора назад, что мне нужны фундаментальные знания. То есть, условно говоря, я хочу получить знания в области биологии на клеточном уровне. Ну, вот, разобраться, наконец-то, от и до. Наверное, я на эту программу пришел не из теории в практику, а наоборот. То есть, получил богатый практический опыт. Я являюсь владельцем и основателем ландшафтной компании. То есть, за моими плечами довольно-таки серьезные проекты в Татарстане. Это и по озеленению и городов Татарстана и так далее. Вот. И захотел разобраться. И какое было удивление, что мало того, что есть программа для магистрская. То есть, об этом я узнал буквально в прошлом году, перед поступлением. Наверное, это весна была. Второе приятное удивление было, что я могу, даже имея первое образование, специальность, ну, мехмат, поступить на бюджет, на магистрскую программу. Я его все до сих пор называю биологический факультет. Для меня на душе остался биологический факультет, как и наш вуз, Казанский государственный университет. И, собственно говоря, я пришел сюда, были небольшие, если честно, опасения. Я боялся только одного, что когда мы учились, условно говоря, в конце 90-х, у нас довольно-таки были такие формализованные отношения и в учебном плане, и с преподавателями. То есть, как это Ольга Арнольдовна говорила, от сессии до сессии живут студенты весело. Сейчас все изменилось. Приятное удивление было то, что очень много работы отдано на самостоятельную. То есть, знаете, вот очень приятно, что, например, идет какой-то курс, ну, я не знаю, почвоведие. Мало того, что преподаватель предлагает какие-то темы для разработки, для написания там реферата, презентации, можно свою проблематику вытащить, разобрать ее и доложить студентам, ну, магистрантам. То есть, это для меня было очень круто, по той причине, что я, наверное, в меньшей степени сюда пришел ради корочки, а в большей степени, ну, не в большей, а, наверное, на 99%, это для того, чтобы именно вот эти фундаментальные знания получить. Вот, это первое. Второе. Я думал, что у нас будет только одна биология растений. Это оказалось не так, у нас есть и английский. Вы знаете, я мало знаю людей, которые любят английский. Но вот здесь, на магической программе, я его получил, потому что я здесь изучаю биологический английский. Так как я учился и за рубежом, и покупаю очень много англоязычной литературы для получения знаний, там, уже таких узконаправленных, там, формирование деревьев, еще что-то, английского вот этого именно биологического очень не хватает. То есть, приходится, некоторые слова, они не переводятся, знаете, вот так, прямо, да? Есть какой-то подтекст там и так далее, даже вот, например, там, Union Branch, да, это вообще защемление означает, а если перевести, это союзные ветки, да? Ну, сложно догадаться. Вот, и английский, хожу с удовольствием, очень нравится именно то, что вот направленность. Вплоть до того, что развивает нас, ну, как бы, наверное, как личность, да? Вот сейчас у нас в этом семестре есть и лидерство, ну, предмет, педагогическая дисциплина. Педагогическая дисциплина, я вообще считаю, что сейчас одна из важных будет на первое место выходить, потому что чуть-чуть ведение бизнеса изменилось, что было раньше и сейчас. Сейчас на первое место это медиа, да, мы все владеем социальными сетями, и надо очень правильно и грамотно докладывать на этих социальных сетях, ну, писать вот это, записывать контент. Вот, поэтому магическая программа очень крута, на самом деле, вот это я, наверное, скажу прям честно, разнообразные дисциплины изучаем, вот, ну, по ландшафтному дизайну, вплоть до того, знаете, изучали в прошлом семестре художественную графику. Я, если честно, я всегда считал, что у меня нет креатива, я не умею рисовать, а преподаватель меня в этом переубедил. Мне сейчас 42 года, и я понял, что я умею рисовать, и очень даже круто. Так что вот, я думаю, я на ваши вопросы ответил. Ну, честно говоря, я завидую вашу энтузиазму, вот, ну, прямо чувствуется. Я надеюсь, от Азата, Азат Мещеров нам тоже расскажет, с чем его зацепила эта тема, как его привели ноги на эту программу. Да, но у меня история не такая, скажем так, разнообразная. Я закончил бакалавриат в этом же институте, ну, на этой же кафедре, и решил поступить, ну, сразу на следующий год на магистрскую программу на эту. Почему я это решил сделать? Вот, во-первых, потому что я выполняю свое научное исследование в лаборатории в Казанском институте биохимии, биофизики, и моим научным руководителям, и многие старшие преподаватели из этой лаборатории как раз являются сотрудниками этой кафедры, преподают на этой же магистрской программе и так далее. И поэтому для того, чтобы углубить свои знания в фундаментальной области, то есть в биологии растений, физиологии растений, фитопатологии, я поступил на эту магистрскую программу, ну, и параллельно с этим я веду свои исследования в лаборатории в Казанском институте биофизики и биохимии. А какое, вот, я так понимаю, у тебя первый год уже отучился, сейчас будет второй год, да? Ну, да, я первый курс в магистратуре. Ну, магистратуре, я понимаю. А ты свое будущее видишь уже? Ну, я полагаю, что я уйду дальше в науку, все, дальше и дальше я буду углубляться в науку. То есть это, по сути, фундаментальная наука, это стезя, которая не связана с непосредственно ландшафтным дизайном, непосредственно, там, выращиванием растений. Но несмотря на это, как бы, те курсы, те предметы, которые у нас ведутся, несмотря на то, что приходится вести, такой, скажем, параллельный, параллельно вести два направления, связанные с ландшафтным дизайном, то есть это более такие творческие предметы, там много междисциплинарных всяких курсов, ну, при этом, скажем так, они не уступают по своему качеству и интересности, ну, как бы, другому направлению. То есть это фундаментальный предмет, связанный с физиологией растений, с биохимией растений, с генетикой растений, селекцией. То есть все это также в рамках нашей магистрской программы вполне себе хорошо преподается на глубоком уровне. А вот чем отличалась, вот ты идешь по линии, биология, бакалавриат, магистрская программа, дальше, видимо, аспирантура, ну, я предполагаю, раз такое направление выбрал. А вот чем, по твоим ощущениям, когда ты заметил, есть ли принципиальная разница, в чем она разница, когда ты учился той же биологии, той же генетики, той же, там, по-моему, что-то, паразиток, да, растений? Да, фитопатологии. В фитопатологиях, да, на уровне бакалавра. И чем отличается вот это вот знание в магистрских программах? Ты почувствовал эту разницу, там, высоту, глубину? Да, но чем дальше идешь, понятно, тем твои знания более и больше углубляют, скажем так. Ну, большая часть, помимо того, что преподают, ну, как бы в рамках курса, ты изучаешь ее сам. Также, поскольку я веду, ну, свои исследования в лаборатории, я во многом, так скажем, продвигаюсь и улучшаю свои, там, знания, навыки. А какие исследования? Чем ты занимаешься прямо конкретно? Ну, то есть я миколог, фитопатолог, и мы исследуем такое заболевание очень опасное. Наверное, я не знаю, в новостях даже было, что в 2019 году у нас в Татарстане была эпидемия снежной плесени. То есть это грибы, которые паразитируют на растениях, зимующих, под снегом. И, например, имеются данные от наших селекционеров, что в 2012 году около 70% урожая зимых злаков погибло. И это было очень таким большим потрясением для нашего сельского хозяйства. И в рамках вот этого явления, этого события у нас в лаборатории развернулось исследование по этому вопросу. И я присоединился к научной группе, еще будучи бакалавром. Ну, постепенно, постепенно постигал азы науки, азы лабораторной деятельности и так далее. Я тебе желаю очень-очень больших успехов в этом направлении. Знаешь, почему? Потому что времена, в общем-то, подозревая, наступая, достаточно сложные. И нам желательно урожай с нашей сохранять. Особенно важно на наступающее время. Ой, Гарнольдина, вот биология растений, ландшафтный дизайн. Ландшафтный дизайн, я по биологии растений пока отодвинусь. А ландшафтный дизайн, это такая вещь, которая была, ну, было масса, есть, до сих пор есть масса курсов. Масса каких-то учебных программ в других вузах, в каких-то коммерческих вузах. Некоторых непонятных, при некоторых больших крупных фирмах есть. Чем отличаются ваши выпускники от выпускники вот этих программ? Прежде всего, конечно, глубокими знаниями в области биологии растений. Дело в том, что все вот эти кратковременные курсы, двух-трехмесячные, даже там девятимесячные, они в большей степени все-таки нацелены на создание проектов, создание там какой-то гармонии красоты. Но ведь очень важно при создании такого проекта учесть особенности участка, особенности почвы, особенности растущих рядом растений. То есть можно распланировать так и посадить, но растений расти не будет, но в силу того, что там неподходящие почвы, неподходящая освещенность, неподходящие там растущие рядом растения. Это тоже очень важно всегда отчитывать. И в этом случае эта красота будет, скажем так, кратковременна. Вот наша приоритетность нашей программы именно в глубоких эколого-биологических знаниях растений, чтобы наши специалисты, они более грамотные, более квалифицированные, которые, приходя к заказчикам, они могут обосновать, почему нужно распланировать участок так, а не так, как хочет хозяин. И я просто знаю по отзывам наших уже выпускников, были у нас вот выпускники, ребята, они занимались поливальными системами. После первого года уже обучения они приходили с такими восторженными глазами, говорят, у нас столько появилось заказчиков, потому что, когда приходит даже мастер по установлению поливальных систем, и когда он с грамотным видом, то есть очень грамотно, доказательно убеждает заказчика или советует заказчику, что вот у вас здесь там вы неправильно посадили растения, что вот они у вас не растут, потому что там какие-то там обосновывают причины. Вот это все, конечно же, привлекает заказчика. Вот это грамотность. Квалификация. То есть мы готовим очень квалифицированных ландшафтных дизайнеров, но квалифицированных в области биологии растений. Для того, чтобы они могли обоснованно, грамотно разговаривать с заказчиком и убеждать их в своей правоте. Ну, просто, опять же, если можно много чего посадить, что хочет заказчик, как хочет заказчик, а если потом дизайнер уйдет, и это все погибнет, то заказчик, конечно же, там не отдаст деньги или заставит компенсировать. Или создаст такое реноме, что больше уже никто обращаться к этому ландшафтному дизайнеру не будет. А ведь во многом репутация формируется именно вот таким вот сарафанным радио. Конечно, конечно, тем более у нас город маленький. Вячеслав, вы знаете, я хотел вот что вас спросить. Вот вы говорите, что вы действующий, у вас фирма, вы реально работаете в этой сфере, у вас ни один проект, сделанный в Сатарстане, возможно, за его пределами. А вот тот год, который вы обучались здесь, на этой магической программе, на биофаке, ну, как вы любите обозначать, высшей школы биологии, были ли такие ситуации, когда вы в вашем уже деле сказали, так, вот это знание я здесь применяю, потому что раньше у меня не было. Или ситуации, когда вы себе говорите, когда, ох, я там делал проект, а вот сейчас бы я его сделал по-другому. С этими знаниями я бы сделал по-другому. Вы можете такие примеры рассказать, привести? Ну, конечно. Конечно, как математик, наверное, в душе и в сердце скажу, что на все есть причинно-следственная связь. И вот дополню Ольгу Арнольдену, вы знаете, вот курсы по ландшафту, они на самом деле это неплохо. Это просто есть такая модель обучения, но там, ну, не к сожалению, а там методология обучения такая, что там в основном учат работать со следствиями различными. Ну, например, вот если растение так, то надо делать так и так далее. А вот причины, саму причину, это даст только фундаментальное знание в области биологии. И вот пройдя вот даже вот курс физиологии растений, кстати, вот преподаватель у нас Ольга Арнольден как раз была по этому предмету. Ольга Арнольдену знает, сколько я ее мучил по этому предмету, много вопросов задавал. И на самом деле эти вопросы, они были как раз из моей практики. Я многие вещи никак не мог понять, почему мы делаем так. И мне это никто не мог объяснить. Например, у меня есть определенный знаковый проект. Это трехъярусная живая изгородь высотой 6 метров. Она называется Татарский Версаль. Ну, понятно, да? Версаль там, татарский, что в Татарстане. И когда я учился по формированию этой живой изгороди в Голландии, голландцы мне, ну, они, видимо, мне объясняли по-английски, но я их не понял, почему мы вот именно обрезаем там. Ну, есть там определенный верхний ярус и определенная техника обрезки. И я не понимал, почему мы делаем так. И мне никто не мог в России этого объяснить. Но вот отучившись, вот как раз первый семестр, я получил ответы на свои вопросы. И, оказывается, оказалось все очень просто. Это было связано с фитогормонами. Сейчас я не буду рассказывать, что такое фитогормоны. Это такая уже узкая специализация. И, безусловно, есть огромнейшие плюсы. Вот огромнейшие плюсы я получаю для себя. Я получаю, наконец-то, ответы. И вот, знаете, я вот делюсь и в семье у себя, с супругой делюсь, и вот со своими студентами, сокурсниками. Получаю огромное удовольствие от учебы на этой программе. Причем, знаете, вот раньше классический студент уже не с охоты ходит на учебу. Ну, это вначале с охотой, а потом ждем, когда, наконец-то, там... Отсеть и носить. Да, да. Здесь с любовью, с огромным желанием, потому что, знаете, вот как губка впитываю вот эти знания. Почему? Потому что вот эти знания, они сейчас ложатся на практику, и получается вот этот такой, знаете, скажу биологическим языком симбиоз, да? Вот это самое крутое, что вот сейчас. И я больше вам скажу, что у меня моя профессиональная область, она связана с городскими деревьями, городское озеленение. Потому что я с 2012 года активно, компания Косити является активным участником городского озеленения. И вы прекрасно видите, это видно невооруженным глазом, у нас в сотни раз увеличилось количество деревьев. Новые посадки. Озеленяет целые микрорайоны и так далее. И, естественно, возникли и новые проблемы, связанные с этими посадками, потому что деревья, очень много сейчас голландских деревьев у нас растет, немецких, бельгийских и так далее. И вот моя профессиональная область, она как раз связана с фитопатологией именно древесных растений, олейных деревьев. Вот. И, собственно говоря, я даже, знаете, я шел с одной целью, работу свою писать, ну вот эту исследовательскую, а вот мы сейчас ее прям буквально переделали на другую, потому что, как оказалось, это вот мой научный руководитель мне подсказал, Галина Владимировна, есть гораздо интереснее задачи, сложнее, и они более актуальны вот на данный момент, нежели та, которую я выбрал. И вот мы сейчас ее начинаем разрабатывать. Поэтому это, я считаю, что очень полезные знания я сейчас получаю. Именно для бизнеса. И, знаете, я вот вам больше скажу, что я думаю, что ценность этих знаний, она сейчас просто будет расти в геометрической прогрессии и для бизнеса. Азат, у меня, знаете, какой мой вопрос? Что в процессе обучения на магической программе биология растений, ландшафтный дизайн было для вас таким, ну, самым интересным, самым неожиданным? Вот что такое вот, что щелкнуло, опа, вот в таком духе, да, вот, вау. Где у вас там был, когда у вас там случился вау? Ну, например, самое интересное, то, чем это как раз связано с моей непосредственной деятельностью, это наши экспедиции. То есть для того, чтобы изучать фитопатогенов, вот эту снежную плесень, мы ездим в поля, там, в начале марта после таяния снега. То есть это очень такие суровые условия, интересные приключения. То есть мы там с командой выезжаем на машинах и отбираем образцы, потом приезжаем в лабораторию, дружно все это, скажем так, ну, обрабатываем, консервируем и так далее для последующего анализа. Вот это очень одна из самых запоминающихся таких, именно связанная непосредственно с исследовательской деятельностью моментов. Но также стоит отметить, что помимо просто обучения, я довольно-таки активно езжу на конференциях, но участвую на конференциях не только в Казани, но и в других городах, например, в Санкт-Петербурге вот этим летом ездили на конференцию. Все это, понятно, происходит, ну, совместно с преподавателем, с кафедрой, с кафедрой и так далее. То есть готовятся доклады, как-то их обсуждают, корректируют, для того, чтобы наиболее интересно сделать выступление. Также мы стараемся, как бы, выступать на конференции не только в рамках России, но и на международном уровне. Вот, например, в этом году мы подали на ФЭМС, это в Бельгии он будет проходить. То есть мы подали заявку, но пока там еще конкурс, отбор, мы пока не знаем, приняли нас или нет. Но такие планы, такие амбиции тоже у нас имеются. Ольга Анатольевна, а вот вы сказали, что у вас работают специалисты из разных областей, да? У вас там много разных направлений, нюансов, которые создают такой объем этой программы. А вот, скажем так, каким специалистам, каким нюансам, каким направлением вы особенно гордитесь? Вот когда вы привлекли, встроили в эту программу, вот есть что-то такое, что вот изюминка, вот именно в этом, для вас именно? Ну, для меня каждый привлеченный преподаватель – это изюминка. Скажу по секрету, я просто отбираю лучших из лучших для своей программы. Например, когда, ну, нужно было вот с экономиста, то есть у нас там есть курс организации ландшафтного бизнеса, где рассматриваются там вопросы менеджмента, маркетинга. Я долго перебирала в своей памяти, кого бы, какую яркую личность, интересную личность привлечь для этой программы. И мы договорились, у нас уже который год работает, ведет этот курс заведующий кафедр маркетинга, Калинская Наталья Валерьевна. Очень интересная женщина. Удивительный человек, архитектор, Розувалова Екатерина Владимировна. Совершенно неодинарный человек, который ведет предмет у нас, компьютерная графика и основы композиции. Тоже выбирала ее из ни одного прецедента. То есть для меня вот каждый человек, который работает в моей программе, он уникален, он действительно супер, это профи. Работают у нас там и преподавать сотрудники Института биохимии и биофизики, о котором говорил вот сейчас Азад, потому что у нас большая база, лабораторная база, которой могут пользоваться наши студенты, бакалавры, магистры, располагаются именно на базе Института биохимии и биофизики. И самых лучших преподавателей, сотрудников оттуда, мы приглашаем преподавать у нас. Тот же Владимир Юрьевич, о котором говорил сейчас Азад, супер преподаватель, молодой специалист, он где-то, да, ровесник, он в 2002, что ли, по-моему, году заканчивал, молодой. Нет, они вместе, Наталья Евгеньевна Мокшина, они вместе, по-моему, заканчивали в 2002 или 2003 году. То есть это молодые, амбициозные ребята, супер профи. Скажите, а как, каким калачом вы привлекаете вот таких специалистов? Потому что когда вы говорите, у вас глаза загораются. А вот, наверное... Расскажите об этом калаче. Ну, наверное, вот сама идея вот создания вот такой интересной программы вот на стыке вот этой междисциплинарной программы, когда я им рассказываю, что мы хотим, кто у нас учится. Вот, знаете, у нас на самом деле очень интересно работать с нашими магистрами. Это отмечают все преподаватели и те, которые работают у нас на кафедре, и те, которых мы привлекли вот из смежных каких-то дисциплин. И преподаватели, работающие в нашем институте, которые ведут какие-то общие курсы, ну, по типу, например, философские проблемы естествознания. Все отвечают, и все мне говорят, что у вас такие активные магистры, с ними так интересно работать. И я вот сама, я когда прихожу к ним в группу, я просто отдыхаю. С бакалаврами, вы знаете, вот там читаешь и не поймешь, то ли они поняли, то ли не поняли, то ли им интересно, то ли им не интересно. Когда читаешь лекцию вот у наших магистров, это действительно всегда шквал вопросов. Это всегда неподдельный интерес. Они пришли получать знания, и эти знания, они из нас просто выбивают по полной программе. Это вот настолько интересно, это постоянная дискуссия. Поскольку многие из них уже люди с определенным опытом, там есть уже какие-то практикующие дизайнеры, садоводы, начинающиеся, у них тоже есть свой опыт, который они делятся, спрашивают совета, а как лучше, а стоит ли применять те или иные там подходы, вот я там прочитал, можно сделать так, а вот еще вот так, вот это стоит делать так или нет. То есть наша каждая лекция, это дискуссия, это диалог, и это действительно, это очень интересно, это вот такой драйв от работы с нашими студентами, но, наверное, и те, кто приходят, это ценят, и им просто интересно. Вы знаете, у меня еще один вопрос есть. Вы как-то упомянули, и второй раз уже, философия магистрской программы биологии растений, ландшафтный дизайн. Не философия ландшафтного дизайна, не философия естественного знания, а философия вашей программы магистрской. В чем она? Что она? Предельно общее основание этой программы. Что она объединяет? Думаем все вместе. В чем философия нашей программы? Что, где, когда? Одна минута на обсуждение. Берем одну минуту. Берем, берем, берем. Знаете, есть такая уникальная книжка, это, наверное, одна из книг, которая перевернула мое отношение к растениям. Мне ее, на самом деле, подарили. Подарили, причем в питомнике. Она, я не помню автора, о чем думают деревья. Вот есть такая книга. Она, на самом деле, очень тоненькая. Но сейчас при приеме к себе даже на работу, мастеров и так далее, я им обязательно даю эту книжку прочитать, чтобы они ее прочитали и хотя бы в двух-трех словах сказали, что такое. Я думаю, вот лично для меня философия магистрской программы по окончанию обучения вот этого двухлетнего крутого путешествия ответить на вопрос хотя бы для самого себя. И о чем же все-таки думают растения? Вот это лично для меня вот такое. Я бы ответил так. Есть ответы? Вы знаете, они начинают уже рождаться. Вот, во-первых, во-первых, кстати, Ольга Арнольдовна вот об этом не упомянула, ведь магистрская программа это не только, ну, предметы, преподаватели, крутые программы, ну и прочее, прочее. Это еще и комьюнити, вот это сообщество интересных людей. Это люди уже, которые состоялись. Вот даже взять Азад, несмотря на его возраст, он уже состоялся как специалист высокого уровня. Мне с ним очень приятно общаться на профессиональной теме и даже не на профессиональной теме, хотя у нас разница в возрасте с ним в два раза, казалось бы. И в большей степени это комьюнити, вот это сообщество, оно приводит к тому, вот сейчас, например, Азад, он мне помогает сделать мою небольшую лабораторию для исследования почв. Вот я бы никогда бы, во-первых, наверное, сам бы не дошел до того, если бы не поступил на магистрскую программу, чтобы этим заниматься, думать об этом. Я не считал это, на самом деле, важным. Я думал, это не так вообще важно для бизнеса, для растений, а оказалось так, вот, пожалуйста, какой философия магической программы? Здесь можно, ну, уже подытожить, да? Это реализация инициатив каких-то, да, то есть можно долго и упорно говорить о том, что молодежь должна развиваться, должны какие-то инициативы, мы должны что-то, свои знания капитализировать во что-то. Пожалуйста, вот это, я считаю, есть маленькая наша капитализация. Мы буквально за полчаса до этого эфира с ним обсуждали, я говорю, вот там одного инструмента нету в наличии, надо поменять это, и вот, вот, пожалуйста. Понятно. Ну, прямо жизнь целая, прямо целая жизнь. Я слышал такое мнение, что магические программы это примерно два года. Жизнь магической программы два-три года, после чего надо ее или менять, или модернизировать, или, или вообще убирать из планов учебных, заменяя чем-то новым, с учетом потребностей рынка в первую очередь, и наличие специалистов, которые это могут вести. Сколько длится ваша магическая программа, и какие вы видите перспективы? Так, это у нас, по-моему, четвертый уже год. Да, набор. Да, четвертый набор, то есть вот это магистры, которые пришли со мной сегодня в студию, это четвертый набор этой магистрской программы. Ну, по крайней мере, еще на ближайшие, там, ну, год-два-три, я думаю, она будет востребована, потому что желающих приобрести участки коттеджные становится все больше и больше, и желающих соответственным образом оформить эти участки тоже не меньше. То есть востребованность в специалистах такого порядка есть. Как я вижу развитие программы, это, конечно же, в ее модернизации постоянной, то есть замена курсов, обновление курсов. Мы уже в этом году провели значительные, то есть уже через три года работы программы, вот на этот год мы уже провели и обновление курсов, и замену курсов, то есть от каких-то курсов мы отказались, зато ввели новые. И, ну, вот пока, по крайней мере, на ближайшие годы развитие программы я вижу, вот, ну, развитие ее внутреннего содержания, совершенствования, потому что, ну, прошло два выпуска, выпуска ты видишь, вот эти дисциплины менее востребованы, они вызывают меньше интереса, значит, надо какие-то другие дисциплины вести, или преподавателей заменить, или содержание изменить. И над этим мы постоянно работаем. вот эта вот философия, наверное, магистская программа как таковой, вот эта вот живость ее, на самом деле наибольший интерес вызывает, она же не живая. Если программа действует, она действует несколько лет, тем более, она очень живая, она постоянно внутри видоизменяется, похоже на организм, по сути, живой организм, как той же клетки, того же растения, человека, в конце концов. программа живая, мы каждый, ну, если не каждый год, но через два года, через три года ее обновляем, причем капитально. Что отмирает, что вырастает? В качестве примеров, вот то, что вы понимаете, что это менее востребованно, уберем, а это более сейчас возьмем. Что можно сказать? Куда движется эта клетка? Ну, вот сейчас, например, возрос интерес к лекарственным растениям. Причем не только к лекарственным растениям, а именно лекарственным растениям в плане встраивания их в ландшафтный дизайн. Сейчас одно из новых направлений это лекарственный сад в Европе и вот интерес к лекарственным растениям, к применению их в ландшафтном дизайне привело к тому, что вот мы ввели курс лекарственных растений в ландшафтном дизайне. Мне кажется, это чертовски, это очень перспективная тема. Один из новых трендов. Учитывая особенно некоторые обстоятельства в нашей стране происходящие... Да, это и решение проблем и импортозамещение изучения лекарственных растений, это и создание вот такой вот новой тенденции дизайна. А скажите, подобная программа меня заинтересовала, лекарственные растения, это вообще очень интересная тема, я говорю, что я считаю, что это очень перспективное будет в связи с тем, что мои сигналы например, от врачей идут, что лекарств нет, лекарств дефицит, лекарств нет, лекарств нет, лекарств нет, лекарств дефицит, я понимаю, что это возможно долго, да, и как-то проблему придется решать. Лекарственные растения, вы в этой теме как-то начинете работать с медиками непосредственно в плане возможности это переработки, использования в промышленности, ну, как-то, как-то связь есть, или это внутренняя кухня ваша? Нет, 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 у нас вот как раз тесные сейчас контакты завязали с кафедрой фармации, которая у нас тоже в институте фундаментальной медицины и биологии, но высшей школе медицины, мы сейчас вот работаем в тесном сотрудничестве с ними, то есть как раз мы занимаемся производством такого стандартизированного сырья, как фармацевты говорят, с нормированным содержанием биологически активных веществ, то есть мы отрабатываем технологии выращивания растений, которые содержат наиболее высокое количество этих биологически активных веществ, а фармацевт разрабатывает методы переработки этого лекарственного сырья, то, о чем вы говорили. И более того, у нас вот один из проектов, ну, это при поддержке руководства института на агробиостанции, в этом году мы планируем буквально на целом гектаре засеять лекарственными растениями именно для решения проблем этого самого импортозамещения, то, о чем вы говорили. То есть мы идем много времени, пытаемся как раз эти проблемы сейчас и решать. Условно говоря, к вам могут обратиться или пускай не в этой передаче, а в следующей передаче, может быть, даже отдельной передаче посвященному лекарственному растению. Это же очень интересная тема. У нас много наработков. Список, который можно предложить любому, у кого есть сад, у кого есть превосадебный участок, со словами «Ребята, вот список лекарственных растений, которые вы можете вырастить у себя». Они помогают в такой, в такой, в такой ситуации. Конечно, такой список есть. И прямо такой списком и прямо популяризировать этот список. Да. То есть и список такой есть. И прежде всего там довольно много растений, которые нам известны. Тот же зверобой, та же тушица, тот же шиповник. Это все фармакопейные растения, которые входят в фармакопейный список, список традиционных лекарственных растений. Мы занимаемся, но это как примеры, это не единственное, мы занимаемся растениями и фармакопейными, и растениями народной медицины. Тот клевер, например, он не является фармакопейным, но тоже обладает очень ценными и полезными свойствами. Мы уже изучили состав этих растений в разных регионах Татарстана, выяснили, какие факторы влияют на накопление высокого количества этих биологически активных веществ. Теперь эти знания мы как раз и будем реализовывать в нашем лекарственном саду на агробиостанции для того, чтобы вырастить растения вот с этим тем самым нормированным содержанием фитоактивных веществ. Грибов очень много, кстати, не только растения. Среди грибов тоже очень много обладающих лекарственными свойствами и среди водорослей. То есть одно у нас из активных направлений это прикладная альгология. Она вот тоже очень интересное направление. То есть это необходимо, например, знать и при создании какого-то водоема, который создает ландшафтный дизайн, это создание водоема, это целое искусство. Чтобы там вода у вас не цвела, чтобы поддерживать вот это естественное равновесие водоема, для этого нужно знать жизнь этого водоема. И это есть такой предмет прикладная альгология, которая вот позволяет нам заниматься и биотехнологией водорослей, поскольку многие водоросли это действительно продуценты вот этих активных фитохимических веществ. Это с одной стороны. А с другой стороны знание этих водорослей, их жизненного цикла позволяет грамотно, например, тем же нашим ландшафтным дизайнерам проектировать эти водоемы. Ну что ж, время нашей программы подходит к концу. Ольга Арнольевна, я вас хочу пригласить на следующую программу, посвященную лекарствам растениям. Хорошо. Сегодня у нас в гостях была Ольга Арнольевна Тимофеева, профессор, доктор биологических наук, заведующий кафедрой ботаники и физиологии растений Высшей школы биологии Казанского университета, руководитель магической программы биология растений, ландшафтный дизайн. И магистра этой программы Вячеслав Бушуев и Азат Мещеров. С вами был журналист Рустам Вафин. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова